МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ в студии Анастасии Лисовой. Вначале о главных темах выпуска. Судебное расследование по уголовному делу Александра Манзанова продолжается. Сегодня был допрошен очередной свидетель. Скандал в народном хурале. Депутаты не читают законопроекты перед их принятием. Это выяснилось после того, как был принят закон о бурятском языке. Самых талантливых и красивых студентов выбрали в Улан-Удэ. Кто стал мисси-мистером в згуту. Продолжается судебное расследование по уголовному делу Александра Манзанова. Сегодня был допрошен свидетель Артем Зайцев, занимавший в 2011 году пост начальника отдела развития сельских территорий. Он пояснил суду, что испытывал давление со стороны экс-министра. Однако, как и остальные свидетели, путался в показаниях, ссылаясь на давность событий. Последние новости из зала суда знает Марина Непомнящих. Свидетель обвинения Артем Зайцев, который на момент выдачи злополучной субсидии работал в подчинении у Манзанова, на сегодняшнее судебное заседание пришел с адвокатом. Он утверждает, что до последнего не хотел подписывать документы на предоставление субсидий сибирскому огороду. И по собственной инициативе решил отправить подчиненного проверить ход выполнения строительных работ на Унагатейской оросительной системе. Как я могу проверить акт выполненных работ, не выезжая на объект и не видя эти работы? Что я должен подписать? Бумажки, которые на коленке могут быть напечатаны. После того, как Зайцев понял, что работы не выполнены, и платить деньги Минсельхоз будет за воздух. Он доложил об этом министру, однако Манзанов был непреклонен. Высоцкая настаивала на том, что нам бояться нечего, и нам ничего не будет. На что ей, как бы опять, для чего тогда наши подписи, и для чего издан был приказ Тугмитовой, чтобы отвести от себя какой-то удар и возложить его на нас. Значит, ну, на что Александр Николаевич как бы в грубой и резкой форме настаивал на то, чтобы мы подписали. В грубой и резкой форме это как? В грубой и резкой форме. Он мне сказал, ты что, умнее меня, что ли? Заврался, шептались между собой адвокаты. После того, как у обвинения закончились вопросы, не выдержал и сам подсудимый. Я из рук в руки вам передал, либо вот так бросил, как вы показали? Ну, со словами, как вы сказали, на подписании. Да, то есть это было сделано, то есть вот так вот. То есть не то, что вот возьми, а вот так вот бросили, подписывай. Стороны еще долго уточняли детали совещания в министерском кабинете. Выясняли, как стояли стулья и кто где сидел. Похоже, процесс затягивается. Суду предстоит заслушать еще несколько свидетелей обвинения. Затем, после перерыва, в дело вступит защита Манзанова. Марина Непомничий, Халдар Дамбаев. Первая альтернативная. Спасли туриста. В районе Шумака спасатели байкальского поискового отряда вывезли лыжника из Москвы на вертолете. Потерпевший в составе группы из восьми человек путешествовал в окрестностях горы. При неизвестных условиях турист получил перелом гриностопа и черепно-мозговую травму. Спасатели пострадавшего обнаружили, транспортировали на вертолете Ми-8 МЧС России на базу БПСО байкальского отряда, оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи. В данный момент жизни туриста ничего не угрожает. Сейчас он проходит лечение в одной из больниц города Иркутск. Байкал превращается из экологической зоны в производственную. Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне подписал постановление и снял запреты на некоторые виды промышленной деятельности в экологической зоне Байкала. Приведут ли эти изменения к нарушению экосистемы, узнавала Наталья Домбаева. Разлив питьевой воды, переработка овощной и плодово-ягодной продукции, производство лекарств на основе растений. Теперь все это можно делать в охранной зоне Байкала. Перечень запретных видов деятельности сокращен по указу премьер-министра России. Кроме этого, там есть такой пункт, который на самом деле гласит о том, что и для строительства зданий и сооружений в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Это сделано в интересах граждан. Я думаю, что если это постановление заработает, в том числе для наших прибайкальских сел, то это будет очень полезное дело. Депутат Народного хурала, а по совместительству топ-менеджер Митрополя Баир Циренов – один из тех, кто принимал участие в обсуждении данного постановления. Он согласен с мнением премьера, что эти изменения нужны для повышения инвестиционной привлекательности Байкала. Нам необходимо повысить деловую активность в районе озера Байкал, для того, чтобы повысить его инвестиционную привлекательность, для того, чтобы мы привлекли какие-то инвестиции, для того, чтобы у нас были здесь определенные заработки, определенные доходы, и увеличилось поступление налогов в бюджет. Доходы – это хорошо, но не в ущерб экологии. За нее у нас отвечает Министерство природных ресурсов. Однако и там солидарно с Медведевым. Никакого вреда от сбора дикоросов и разлива воды не будет. Кроме того, нововведение позволит создать дополнительные рабочие места. Экологи Бурятии также не видят угрозы в постановлении премьера. Главное, по их мнению, соблюдать строгий контроль. Я думаю, что таких серьезных угроз эти изменения, если только ими список ограничивается, экосистеме Байкала вряд ли будет нести, если будет исполняться то законодательство, которое есть, и если оно будет усилено. Тогда, я думаю, что есть возможности правовые, в том числе и общественного контроля, за тем, чтобы не допустить какие-либо опасные производства. Мы также решили поинтересоваться у жителей Улан-Дэ, что они думают по этому поводу. Он же только некоторый снял запреты, потому что все-таки людям тоже надо жить и работать где-то. Есть и минусы, и плюсы, конечно, что Байкал нужно сохранять. Но я думаю, что сделают так, что и Байкал не повредит, и людям будет хорошо. Все равно деятельность должна развиваться какая-то на Байкале. Это вообще известно. Давно ждали его. Особенно люди, которые живут на Байкале. Там вообще ничего не надо делать. Почему? Ну, потому что Байкал есть Байкал. Он один в России и во всем мире. Так что должна быть экология. У известного общественного деятеля и организатора Большой Байкальской тропы Андрея Сукнёва свой взгляд на эту инициативу. Нововведение Медведева принесет не только пользу, считает он. На мой взгляд, вот то, что иногда говорят, что вот на Западе же есть, там атомная станция стоит на берегу Женевского озера. Иногда некорректно сравнивать Швейцарию и Россию, тем более Байкальск, глубинку российскую. Потому что известно, что у нас уровень коррупции высокий. Просто они начнут экономить на материалах, начнут экономить на людях, для того, чтобы больше прибыли получить. В итоге то, что не должно оказаться в Байкале, там окажется. Иркутская сторона уже активно продвигает особую экономическую зону на территории Байкала. Что касается Бурятии, то снятие запрета – это первые шаги для республики. И теперь задача чиновников и природоохранных органов – сделать так, чтобы в погоне за инвестициями и доходами не пострадала жемчужина Бурятии. Наталья Домбаева, Алексей Ионов, Первая альтернативная. Подлог или запоздалое прозрение. После голосования по спорному закону о языке, часть депутатов Хурала посчитали себя обманутыми. Они были уверены, что голосуют за обязательное изучение бурятского в школах. Однако буквально за сутки до сессии Хурала кто-то якобы подменил текст закона. Многие депутаты каким-то образом были не в курсе изменений и в итоге проголосовали за добровольное изучение языка. Как возможно принимать законы, не читая, расскажет Наталья Домбаева. Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях появились сообщения о якобы свершившемся в Хурале подлоге. Одним из первых об этом написал общественный деятель Булат Шакжин. Мы перед сессией Хурала запрашивали депутатов и запрашивали также результаты голосования внутри партии «Единой России», «КПРФ». После голосования, значит, что «Единой России», что «КПРФ» друг друга поздравили с тем, что подписали именно обязательно изучение бурятского языка. Но после выхода новостей и изучения документов сверили, что те документы, которым были даны на изучение, и то, что они подписали, не отличаются. Количество депутатов на сегодняшний день довольно большое, которые готовы заявить о том, что именно произошло недоразумение в этом вопросе. Депутат Аркадий Цибиков один из тех, кто считает себя обманутым и пока единственный, кто заявил об этом публично. Мы на своем комитете поправку не обсуждали. Именно в этот день, когда поправка пришла, мы отправили свое заключение, что поддерживаем единогласно. Вот такая коллизия – это на то, что я знаю. И был уверен, что там, на сессии, я голосую согласно последнему решению совместной комиссии. Заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Руководству парламента пришлось даже собрать по этому поводу специальную пресс-конференцию. Председатель комитета по социальной политике Александр Стопичев отвергает обвинение в подлоге. Он утверждает, что перед сессией все депутаты рассмотрели поправку, которая, кстати, была внесена прокуратурой, и одобрили ее. Я вам конкретно говорю, что 18 числа, документы во всех, и поправка, и таблица была размещена. И Совет народного права проходил. В принципе, все документы были сданы. Мы там какого-то своеволия, вот Сванда Бреллана, как заместитель председателя, мы допустить в этом случае, мы понимаем, что мы не могли. Никто ничего не прятал, никто ничего никуда не убирал, как она была, так и она была внесена. Депутат Светлана Будаева и вовсе считает, что законопроекты многими депутатами подписываются не глядя. Вот сегодня там высказали два человека, мы не видели, не слышали. Очень жаль, что депутаты перед сессией не смотрят документы, не изучают эти вопросы и приходят на сессию неподготовленными. Очень жаль, но это их проблемы. В народном хурале не исключает того, что скандальный законопроект будет пересмотрен. Пока же Бурятия остается едва ли не единственной национальной республикой в составе России, где язык титульной нации является необязательным для изучения. Наталья Домбаева, Алексей Ионов, Первая альтернативная. Эти люди изучили родной язык и создают электронные словари, мобильные приложения, анимационные фильмы на бурятском. Фонд «Нейдл» приступил к краш-тестам проектов на соискание грантов по продвижению бурятского языка. Юлия Пермякова продолжит тему. Остались лучшие из множества заявок до краш-тестов дошли немногие. Среди главных критериев отбора – социальная значимость и перспектива использования результатов проектов. Есть очень интересные проекты. Есть проекты, которые просто дублируют то, что уже есть на других языках. Конечно, это было бы интересно на бурятском языке сделать, но это как бы не так сильно актуально. Андрей Тимофеев узнал о грантах случайно. В конце прошлого года на волне всеобщего интереса к бурятскому языку вместе с братом задумал создать первый электронный словарь для смартфонов. За два месяца Андрей планирует довести количество слов в словаре до 50 тысяч. Наш проект – это русско-бурятский словарь для смартфонов на операционной системе Android. Он действует у нас с февраля месяца. Сейчас на нем находится около 4 тысяч слов. И, в принципе, за короткий промежуток времени, буквально полмесяца, он уже скачали более 3 тысяч раз. И отзывы достаточно хорошие. Все просят, чтобы он развивался. Впрочем, не все представленные проекты получили одобрение экспертов. Главный недостаток, можно сказать, что общая сырость. То есть люди пришли буквально на первый краш-тест. И фактически они были на уровне своих идей. Уже на следующей неделе представленные проекты пройдут очередной этап проверки на прочность. А в течение следующих шести месяцев задуманные работы воплотятся в жизнь. И пока власти спорят, быть бурятскому языку или не быть, общественники продолжают решать проблему самостоятельно. Юлия Пермякова, Алдар Домбаев, Первая альтернативная. Отмечать праздник 8 марта в течение трех дней будут не все. Так руководство БГУ решило сделать понедельник, 10 марта, рабочим днем. Некоторые студенты и преподаватели университета решением администрации недовольны. Однако приказ уже подписан ректором Степаном Калмыковым. В субботу у них рабочий день, у профессорского преподавательского состава. Но так как в субботу у нас праздник, то естественно они отдыхают. В праздничный день они отдыхают, а в понедельник работают как в обычный день. И администрация тоже работает? Нет, это только профессорский преподавательский, у кого шесть дней рабочие дни. Студенты Академии культуры в понедельник также выходят на занятия, а вот учащиеся сельхозакадемией в СГУТУ все три дня отдыхают. Сладости в обмен на знания правил дорожного движения. Очередную акцию провели сотрудники ГИБДД вместе со школьниками. Отряд юных инспекторов предлагал прохожим отгадать несложные загадки. Знатокам правил достались сладкие призы. Сегодня мы с юными помощниками госавтоинспекции провели мероприятие остановка безопасности. Данное мероприятие направлено в первую очередь на безопасность пешеходов и в первую очередь детей. Мы занимаемся в кружке ЮИТ в четвертой школе. ЮИТ это как бы мы дети объясняем взрослым и другим детям, как правильно переходить дорогу и знать правила дорожного движения. Отмечу, что за текущий год на дорогах Улан-Удэ произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети. Накануне в Улан-Удэ выбрали самых красивых девушек и парней в СГУТУ. В традиционном конкурсе красоты и талантов мисс и мистер в СГУТУ принимали участие 10 прекрасных девушек и 6 смелых юношей. По словам организаторов, конкурс такого формата помогает студентам раскрыться, обрести уверенность в себе и развить свой творческий потенциал. Именно технарям вот такие конкурсы нужны только по той причине, что они же изобретатели в будущем, да, рационализаторы. И когда мы их учим творчески подходить к конкурсам, то есть взываем к их уму, чтобы они через эти конкурсы себя преподнесли необыкновенно, индивидуально, то я так думаю, что они, наверное, в чертежах своих и в каких-то смелых проектах тоже будут абсолютно индивидуальны. И это будет такое авторство хорошее, красивое. Я училась на первом курсе, я участвовала в этом же конкурсе, но, к сожалению, заняла номинацию, поэтому вернулась через 4 года, чтобы победить. Подготовка заняла у студентов около месяца. По итогам голосования жюри титул МИЗ в СГУТУ 2014 завоевала студентка пятого курса факультета сервиса технологии и дизайна Анна Урбакова. А первым парнем университета стал студент первого курса технологического колледжа Никита Туйманов. Победителям помимо ленты, грамот достались именные часы. Женщина – это лишь книга. Презентация сборника под таким названием состоялась в Национальной библиотеке. По словам автора монгольского поэта Хинтиин Батху, эта книга посвящена всем женщинам мира. Впервые он начал писать стихи еще в детстве. Книга посвящена не конкретной женщине, а всем женщинам мира, всем, кто отмечает Международный женский день. Я попытался рассказать о женщине, о том, что в ней есть тайна, всегда есть загадка. Стихи автора настолько мелодичны, что многие стали песнями. Презентация сборника Хинтиин Батху приурочена к Международному женскому дню. Книга переведена на русский язык. Их всего 600 человек. Они живут в суровых северных условиях и пытаются сохранить свой этнос. Речь идет об венках Баунтовского района. Один из тех, кто старается сохранить эту культуру – директор Музея народов Севера Олег Морозов. Специально для зрителей нашего канала он рассказал об венках, об их традициях и обычаях в рубрике «Другая жизнь». Перед нами венкийский лабаз. Это сооружение и венки делают для того, чтобы хранить в нем различные вещи, продукты питания, мясо в частности. Крепится он на двух столбах. На двух столбах на стяжках обычно он работает. И, как правило, здесь ни единого гвоздя нет в этом сооружении. И здесь представлены два чума. Один чум у нас сделан из коры лиственницы – это летние чумы. И второй чум сделан из бересты. Рыбалкой они занимались. Издревле у них были лодки, берестянки довольно легкие. Один человек спокойно мог эту лодку перетаскивать на сотни метров, на расстоянии сотни метров. Венки, ну, они были люди, скажем, очень щепетильные в отношении природы. И они брали столько, сколько им надо. Рачоны даже, они называют их, эвенков местных. Основное их занятие было – это охота. Даже не оленеводство. Оленеводство – это был помощник в охоте. Чечепкан служил эвенкам для того, чтобы избавиться от злых духов. Если шаман указывал, говорил, что да, вам надо избавиться от злых духов, строили чечепкан. То есть расщеплялось наполовину лиственница, дерево лиственница. Сквозь это дерево, сквозь проход в этом дереве проходили сами эвенки, проводили оленей со своим скарбом. И как бы здесь, вроде бы в этом месте, они оставляли злых духов. После этого его защемляли, эти две половинки их скрепляли, либо уносили, скажем, куда-то, либо оставляли где-то на месте. Ну, и здесь, в частности, на этой площадке еще мы видим, покажем. Это, вот вы видите, птиц различных. Это тоже путь шамана, путь шамана в верхний мир. Шаманский чум, он был самых разных размеров, самых разных размеров. То есть, и он предназначался для того, чтобы туда могли вместиться все жители стойбища. Иногда был он довольно внушительных размеров. И, как правило, камлания, то есть, или свои действия, которые производил шаман, они назывались камланиями, шаман начинал с того, что он бил в бубен. И по зову бубна собирались все жители этого стойбища. Вход в чум был загорожен, загорожен вход в чум шамана, его охраняли две щуки. Ну, вот здесь мы вот видим, это символ, символ венков, врачен наших, это олень. При всем том, что основное их было занятие охота, они были неразрывно связаны с оленем. Причем, почему их называли еще враченами, они ездили только исключительно верхом. В принципе, еще буквально лет 10 назад можно было в районе вокруг Багдарина и найти старые чумы, и еще какие-то вещи. Даже погребальные были комплексы целые. В общем-то, сейчас, к сожалению, уже большая часть их уже обрушилась, либо погибла под пожарами, но еще где-то можно найти эти вещи. У меня все к этому часу. Сразу после новостей смотрите рубрику «Улану де лайф». Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова